Вячеслав, ваше отношение к Легиону Свобода России на данный момент все-таки единственная БГ оппозиции. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы мне покажите этот Легион России. Да, не заматашек покажите, а реальных людей. И тогда будем спрашивать про отношения. Единственная боевая группа сопротивления – это мы, понимаете? Это номер 35. А все остальное – это фикция, самая натуральная. Понимаете? Точно так же, как то, что 35 – это нет войне и прочее, прочее. Что ж, мы не понимаем, что творится, что ли? Ваши отношения. Крайне негативные мои отношения. Крайне негативные. Нет никакого Легиона. Абсолютно с вами согласен. Ибо столько времени прошло, и никаких признаков, действий какого-то Легиона нет. А раз нет признаков, значит, нет и материального такого объекта. Потому что все материальные вещи оставляют следы. Из этого рождается наука. Такая часть криминалистики называется трассология. Ну, кстати, и часть службы и тактики погранвойск, да, если воспринимать это как военную науку, тоже называется трассология. То есть, наука о следах. Следы особенно финансовые. Ну, таких следов-то мы много можем найти. А номер 35, какие признаки? Я перед вами. Меня зовут Мальцев Вячеслав Вячеславович. Я вместе с своими соратниками внесен в список террористов ФСБ. Там есть Талибан, там есть Аль-Каида, там есть ИГИЛ, и мы там есть. Что-то я там не видел никакой свободной России, Легиона. Ну, путинцы, наверное, подсуетились. Азов-то они внесли. А что же они этих не вносят? Просто они про них все знают прекрасно. Поэтому прекратить. Я понимаю, зачем вы это пишете, вот. Но не работает это. То есть, Аристоич соврал, что несколько сот россиян уже воюют за Украину в Легионе. Почему он соврал? Может быть, несколько сот и воюют где-то в ВСУ за Украину. Но никакого Легиона нет. Называть можно как угодно, да? Там Легион и так далее. Вы меня там пытаетесь за язык поймать. Это вы у него спросите. Я высказываю свою точку зрения. Я убежден, что нет никакого Легиона. Понимаете? Просто нет. И быть не может. По многим причинам я не буду сейчас обсуждать эти причины. А когда будет нужный момент, то можно собрать сколько угодно людей. Почему несколько сот? Можно и несколько десятков тысяч собрать людей. Сказать, вот это люди. Это Легион Свобода России. Попробуйте оспорьте, да? Так что все это понятно, как работает. Вот вы все равно, что приходите к механику какому-то, да? И говорите, вот представляешь, там есть машина, я не знаю, Феррари создал. Ну, вот на Форд вы приходите на конкурент. Говорит, а знаете, Феррари создал машину без мотора. Летает как пуля машину без мотора. Ну, Форд поверит в это, в то, что Феррари создал, там пусть Энцо Феррари сам лично восстал из гроба и создал. Нет, конечно, не поверит. Скажет, иди ты нафиг. Двигатель может быть там как на электричестве, там на водороде, на чем угодно, на бензине внутреннего сгорания. Но не может машина ездить совсем без двигателя. Так и здесь. Понимаете, вы все равно, что приходите к механику и пытаетесь ему вчехлить какую-то чушь, дичь какую-то. А дичь это не работает. Так что, видите, вы уже нас закрутили тем, что заставили обсуждать эту проблему. А ее нет этой проблемы. Так что, давайте так договоримся. Кто-то пишет здесь «Легион свободы России», я сразу баню. Прямо сразу. Даже ничего не говоря, не объясняю ничего. Просто. Вот когда они себя проявят, мы увидим, они там бегут в атаку, занимают там Белгород, Воронеж. Вопросов нет. Славик, твою отношение к Удальцову, стоит ли на нее рассчитывать? Ну, несколько дней назад я высказался, в общем-то, об Удальцове. И в чем вы собираетесь на нее рассчитывать? В том, что он всех сдан, можно абсолютно точно рассчитывать. Потому что те, кто служит Генею Зюганову, который служит Путину, конечно, будут служить, в общем-то, всей этой шобле. Тот, кто агитирует за войну в Украине, тот, кто называет себя коммунистом и отошел от ленинских принципов, полностью отошел от ленинских принципов. Это оппортунист. Поэтому, не надо, давайте, не будем. Возьмите, у меня там 3-4, я уж не помню, эфира назад, есть там разговорная тема, послушайте.